Тюнинг не по ГОСТу. Модификация автомобиля в нарушении закона приводит к штрафу и даже снятию номеров. В Белгороде сотрудники госавтоинспекции области начали рейды по выявлению нарушений в автомобилях, доработанных хозяевами по своему вкусу. Чаще всего это заниженный клиренс, чрезмерная тонировка или чересчур мощные глушители. Подробности проверки на дорогах в репортаже Екатерины Ковалевой. Чрезмерно тонированные машины зачастую становятся причиной аварии. Но многие водители пренебрегают безопасностью своей и пешеходов, продолжая затемнять передние и боковые стекла. В данном случае вас остановили за нарушение, у вас стекла затонированы, приподнимите до середины стекла. Замеры тонировки проводятся не на глаз. По всем правилам сотрудники делают проверку с помощью специального прибора БЛИК. Это устройство по измерению прозрачности стекла. Посмотрите, пожалуйста. Получается вообще ничего. Вот 3%. Это замер светопропускаемости при минимально допустимом значении 70%. У многих нарушителей показатели были ниже нормы почти в 14 раз. Любители автотюнинга находили этому оправдание. Так оно не создает помехи. Прибор показывает одно. Ну, на самом деле, мне, допустим, комфортно. Я еду, вижу всё. Если днём комфортно, то с наступлением вечера, видимо, значительно ухудшается, что может привести к аварийной ситуации. Чрезмерное затемнение стекол является правонарушением и предусматривает штраф в 500 рублей. Многие автомобилисты тонировочную плёнку снимали на месте. Страх получил, тонировку снял. Водителям нарушать не советую. Многие водители осознают то, что наклеили плёнку. Говорят, что не знали, хотя данная информация в правилах дорожного движения сказана. Но, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Ещё одна мода, которая преследуется административным кодексом – излишни шумные машины. Это шумомер Т-100-816 для проверки шума. Место положенных 95 децибел шумомер показал свыше 110. Самому хозяину, не по ГОСТу прокачанного автомобиля, если он не утихомирит свою машину, могут грозить не только финансовые потери. Будет выдано требование на устранение данного нарушения. Если он не устранит по требованию, то будут аннулированы регистрационные номера на данном транспортном средстве. Всего за один день рейда было оштрафовано 296 водителей. Предупреждение и пресечение подобных правонарушений продолжится. Екатерина Ковалёва, Эдуард Горелов, Новости Мира Белогорья.